Привет всем! Вы на канале Валари Лайф. В сегодняшнем видео я хочу поговорить с вами о водительских правах и о штрафах. Почему-то очень многие игнорируют эту тему, а на ней я считаю, что нужно заострить внимание. Так что всем, кому интересно, оставайтесь смотреть. Так вот, по приезду в Канаду, если вы с Россией, Украиной, Беларусью, то есть, если вы с постсоветского пространства и у вас есть уже водительские права, то вы можете водить машину, но, если я не ошибаюсь, в течение 6 месяцев. Это по Квебеку, я надеюсь, что это по всей Канаде, но здесь уточняйте согласно той провинции, куда вы едете. То есть, через 6 месяцев вы должны сдать устный экзамен и экзамен по вождению. А в нашем случае устный экзамен, вы просто садитесь перед компьютером и сдаете тесты, и там вы сдаете этот экзамен неограниченное количество времени, и можно было пользоваться словарем. Я сдала за час, потому что я люблю так быстренько-быстренько. Муж мой, у него тогда французский был похуже, он сдал, наверное, часа за два. А вот вождение мой муж сдал с первого раза, а несмотря на то, что я все-таки на тот момент тоже была водитель с вождением, с опытом вождения, я сдала со второго раза. Но это видео не об этом. Это видео я посвящаю тому, что многие девчонки, именно девчонки, приезжают в Канаду без водительских прав. Ну, потому что в России и Украине у них не было машины, машину водил муж, не было такой необходимости и так далее. Здесь вы столкнетесь с тем, что Канада страна большая, людей мало, и очень большие расстояния, например, от дома до магазина, это я говорю о том, если вы поселитесь в пригороде Монреале, например. В Монреале с этим проще, в Монреале общественный транспорт. Но так как мы ни дня не жили в Монреале, ну, сами понимаете, нам машина понадобилась сразу. Так вот, если вы в своей стране не имеете водительских прав, то приехав сюда, вам придется учиться. И здесь, если я не ошибаюсь, и все это отличается, наверное, по провинциям, учиться нужно год. Я не знаю, каждый день ходить, не каждый день ходить, но даже не в этом проблема. Через год вы сдаете экзамен, вы сдаете вождение, вам выдают ученические права. Это говорит о том, что вы можете водить машину, но рядом с вами должен сидеть опытный водитель. С этими ученическими правами вы, если я не ошибаюсь, ездите еще год, и только потом вы пересдаете, вот тут я не знаю, есть ли устный экзамен или нет, но экзамен по вождению есть 100%, вы пересдаете, и уже тогда получаете нормальные водительские права. Это я к чему? Если вам не горит, то, пожалуйста, тратьте 2 года на получение водительских прав. Но если вы понимаете, что вам понадобится, вам понадобится машина в любом случае, если у вас до отъезда в Канаду еще есть время, то я бы вам порекомендовала все-таки сдать на права в своей стране. Ну, во-первых, это будет на вашем родном языке, и у вас будет возможность потренироваться и нанять инструктора, который будет намного дешевле, и он будет говорить на вашем родном языке. Конечно, здесь в Канаде есть огромное количество русскоговорящих инструкторов, но цена намного отличается, поэтому я вам настойчиво рекомендую задуматься над этим вопросом. И быстренько пробегусь по вопросу о покупке машины. Машину можно купить у частного лица, машину можно купить у консессионера, то есть у перепродажника получается так. Машину можно купить новую в салоне, но мы свою первую машину покупали у частного лица. Все очень просто, очень быстро. То есть вы приезжаете, вы смотрите машину, но если мой муж просто разбирается, мы еще взяли одного знакомого, ребята посмотрели, все их устроило, они обсудили цену. Они с хозяином этой машины поехали в так называемое ГАИ, переоформили машину за, ребят, ну, наверное, за 15-20 минут. То есть там нет, ну, в тот день не было ни очередей, если есть очередь, то это будет чуть-чуть дольше. Но сама процедура, вы подходите к окошку, хозяин машины говорит, что я продаю свою машину и дает техталон, наверное, да, так называется, техталон с этой машины. Вот новый покупатель вас у окошка спрашивает, за какую цену вы продали. И тут очень важно. Если, например, ваша машина стоит 10 тысяч долларов, вы не можете сказать, что она стоит 1000 долларов, потому что у них есть таблица, и если машина, например, сегодня у нас 2018 год, а она там 2015, то по их таблице эта машина должна стоить, например, не меньше 7-8 тысяч долларов. Если эта машина меньше, больше 10 лет, то тогда, там тоже, наверное, есть какая-то градация, например, там машина стоит 1000 долларов. Все это нужно уточнять, и все это зависит от провинции. Поэтому, да, например, у них, вот вы купили за 10 тысяч, а у них в таблице 7, вы говорите, я купил за 5, а вам говорят, ну, у нас 7, тогда вам поставят 7, и при покупке машины вы платите налог. То есть, получается, чем дешевле машина, тем меньше вы платите, но слишком сэкономить нельзя. Также нужно помнить, что каждый год, нужно помнить, что как только вы купили машину, вы не можете на ней кататься без страховки. Если не ошибаюсь, там вроде бы 24 часа можно без страховки быть, но страховать машину нужно сразу, потому что, если вы ее не застрахуете сразу, не каждая страховая компания может с вами связаться, не каждая страховая компания согласится с вами подписать контракт, потому что машина была куплена, например, там 2-3 дня назад. Поэтому страховать нужно сразу. Здесь не сэкономишь, если вдруг вы попадетесь в полиции, а полиция просто, вот она пристраивается за вашей машиной, проверяет вас по номерам, у них компьютер в машине, и она сразу видит, так, у этого товарища нет страховки. Вас оштрафуют, поверьте, намного дороже, чем ваша страховка. Поэтому при покупке машины вы платите налоги, также вы платите... вы платите налоги... вы платите техталон на год, и вы покупаете страховку. Каждый год мы оплачиваем техталон машины и водительские права. Например, в моем случае две машины зарегистрированы на меня, то есть я оплачиваю водительские права и две машины, то есть техталон двух машин, а муж оплачивает только водительские права. Это я к тому, что нужно быть готовым к этим расходам. Также, когда вы покупаете у консессионера машину, нужно помнить о том, что при покупке с вас снимут 15% налогов. То есть, ну, если вы в Квебеке, я думаю, что в Антарио там чуть поменьше, ну, неважно. То есть, в любом случае при покупке вы заплатите больше. Если стоимость машины указана 4,5 тысячи, то добавляйте сюда 15%, и вот это будет реальная цена этой стоимости. И у консессионеров, наверное, мне кажется, тяжелее сбить цену, чем у частного лица. Все, мои дорогие, это все, что я вам хотела донести относительно прав. Ах, да, я забыла сказать быстренько, коротко о штрафах. Штрафы очень-очень дорогие. В Украине я привыкла, что вот я могу вот так вот рулить и вот так вот разговаривать по телефону. И так же я делала в Канаде, пока меня не поймали, и я не заплатила 120 долларов. После этого я не говорю по телефону за рулем. И, пожалуйста, всякие хенд-фри штучки без проблем. Громкая связь без проблем. Так можно разговаривать. Но говорить по телефону нельзя. Штрафы безумно дорогие. Не пристегнулся кто-то в машине, кто-то, не вы. То есть у нас 7-местная машина. Это значит в 3 ряда. Если третий ряд не пристегнут, и вас остановила полиция, обнаружила, что третий ряд не пристегнут, штраф, если не ошибаюсь, 100 долларов. Не пропустили пешехода, штраф 160 долларов. Не остановились на стопе, или недолго, недостаточно хорошо остановились на стопе, тоже вроде бы 100 или 120 долларов. Припарковались в неположенном месте, машину могут просто эвакуировать, плюс штраф или штраф. Тут 50-60 долларов. Коротенький пример. Когда я ездила в университет, я пользовалась автобусом. То есть я доезжала до автобусной остановки, оставляла машину и ехала в Монреаль. И так получилось, что на парковке не было мест, и я оставила машину на парковке супермаркета. Возвращаясь я через пару часов, а машины нет. Оказывается, ее эвакуировали. То есть кто-то увидел в магазине, из сотрудников, что я оставила машину, но не зашла в магазин, позвонили в службу, служба эвакуировала мою машину. И они не везут ее на штрафплощадку, они ее кидают где-нибудь относительно недалеко, на расстоянии 2-3 километров, где-нибудь в спальном районе, где можно парковать машину. Вы звоните, а как же получается, как же это, они снимают деньги с кредитной карточки. Тут я не помню, но вы платите штраф, только после этого, к вам никто не приезжает. Вам по телефону говорят адрес, где стоит ваша машина. Первый раз так получилось, нас так эвакуировали 2 раза. Первый раз так получилось, и мы просто не знали всех этих деталей. А второй раз, такое же случилось с моим мужем, но мы нашли машину. Мы нашли машину, мы ее просто забрали, то есть мы не платили штраф. Но для этого нужно знать хорошо район, вы сами понимаете, для этого нужно иметь вторую машину, чтобы иметь свободное время, чтобы покататься и ее поискать. Поэтому будьте внимательны. Здесь очень строго с парковками. Если написано, что парковаться нельзя, ребят, лучше не паркуйтесь. Ну и, конечно же, соблюдайте правила дорожного движения. Всем успехов, всем удачи и до следующих видео. Пока!